Павел Аркельян только что вышел из тюрьмы, где, собственно, принято сейчас сидеть всем приличным людям Беларуси. Привет, Павел. Приветствую. Павел, ты написал... Нет, не ты. Не ты. Написали, конечно, очень многие люди, кто был свидетелем твоего страшного преступления. Ты, как обычно, играл во дворе протестную музыку. Музыку играл. После чего ты закончил свой концерт, сел в машину, поехал. И на красном свете тебя забрали, увезли в Жодино, Окрестино, Могилев, был еще Могилев. Что все это было? В принципе, было то, что и ожидалось. Я даже скажу, нас вытащили вместе с водителем из движущегося авто. Это было такое стандартное белорусское времяпрепровождение в крайние три месяца. Более того, может быть, даже не очень стандартное, потому что меня при задержании не избили практически, поэтому можно даже сказать лайтовое белорусское времяпрепровождение, начиная с августа. Где ты был? Сначала меня отвезли на сотрудники ОМОН в район отдел милиции, после чего это забирали в тюрьму на Окрестино, из которой в тюрьму Жодино, и откуда забирали в крайнюю тюрьму в Могилев. Там есть множественные тюремные гастроли. Мы следили за твоим судом, судом над тобой в Минске, и это не укладывается в голове, то есть находился во дворе, исполнял музыкальные произведения, чем выражал протест действующей власти. Я даже, если позволишь, я скажу, что у меня еще нет на руках протокола судебного, но когда судья зачитывал обвинение, звучал, например, выражал несогласие с действиями текущей власти путем игры на синтезаторе. Скажи, пожалуйста, а ты сейчас продолжаешь выражать несогласие с действующей властью путем игры во дворе на синтезаторе? На сегодняшний день нет, поскольку синтезатор арестован. Для того, чтобы его забрать, мне надо совершить кучу манипуляций, в том числе снова объездить все тюрьмы, заплатить денег, забрать справок, обвинять их на другие справки, которые впоследствии я смогу обвинять на синтезатор. А сколько денег? На текущий момент это порядка 220 рублей, мне кажется. Это, я сейчас скажу, наверное, чуть меньше 100 долларов, может 90 долларов. Ну, хорошо. Но ты же, наверное, можешь протестовать на саксофоне балалайки, гитаре с кастаньетами, акапелла. Мне, признаться, погодные условия не позволяют практически протестовать на саксофоне точно и довольно давно, поскольку инструмент не рассчитан на сырость и холод. То есть, погодчик, быстрый инструмент придет в некондицию. Но, благо, кроме этого, есть еще много других средств. Ты же наверняка встречался в своих, в общем, коротких, пока, я надеюсь, так это и останется, этапах со многими людьми, которых мы знаем, слышали и которым сопереживаем. Уж очень много в последнее время людей, с которыми ты общаешься каждый день, с которыми мы общаемся, журналисты, которые написали о гибели Романа Мандаренко и опубликовали реальную историю его госпитализации. Врачи, которые эту историю поделились и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, все как-то прошли рядом с тобой. Я, наверное, не могу без спроса называть все фамилии, но через мою камеру прошли просто, в том числе, уникальный врач, который, на самом деле, единственный в Беларуси, который делает сотни уникальных операций. Я не думаю, что в моей жизни, даже в жизни, как вроде бы, ну, в меру известного артиста, была бы другая возможность познакомиться концентрированно с таким количеством просто выдающихся людей. С чем ты столкнулся в этих тюрьмах? Мы очень много слышали про избиение, про то, что не кормили, не поили, ну, естественно, про изнасилование. Я сам не видел людей, которые их изнасиловали, но сам я видел избиение, сам меня лично практически не трогали. А все остальное я испытал сам. Отсутствие еды, воды, сна, гигиены, создания очень тяжелой геологической обстановки. То есть, например, вот из Могилевской тюрьмы, я не знаю, там, где закончился наш этап, люди, которые выходили, которые были арестованы не со мной. Чуть менее 100% людей выходят с положительными на ковид. Некоторые тюрьмы в состоянии. Почему тебя особо не трогали? Потому что ты, в общем, известный и тебя уважают. Потому что устали вас бить. Да, почему тебя не трогали, как ты думаешь? Я думаю так, сотрудники ОМОН сказали тебе повезло, потому что мы тебя знаем. Это, в принципе, нормальный мужик, только свернул на скользкую дорожку. Когда нас этапировали в Жодино, нас сильно, в самой Жодинской тюрьме, сильно не пенали. Подозреваю, у них реально не было времени, потому что нас пенали очень быстро. Надо было перегнать такую очень существенную партию людей, и они освобождали. То есть, поступив, нас освобождали тюрьмы для вновь три души. И времени издеваться было не очень много. Но, тем не менее, все это было. Людей заставляли ходить по Белшалону, Беломустяну. По Белокрасно-Белому флагу людей заставляли раздеваться, приседать. Люди пенали. Людей очень сильно унижали вербально. Прямо всех. Так что, в общем-то, весь комплект этой радости я пока не видел своими глазами. А вот скажи, люди, которые заставляли вас ходить по Белочервоному флагу, люди, которые не верят в то, что ты, вы делаете это искренне, они что? Это не белорусы? Это другая порода людей? Что происходит? Как ты думаешь? Знаешь что, я немножечко разделил бы, например, многие сотрудники тюрьмы, с которыми я столкнулся, не все, но многие. Это просто садисты. То есть, им доставляет удовольствие пытать людей. Причем, им совершенно неважно, условно говоря, под эти же самые пытки попадали совершенно случайные люди. Даже люди, которые за локоши. Которые там случайно попались неизвестно как. Я бы разделил на этих просто садистов. И, возможно, было бы интересный опыт. Все-таки мы с сотрудниками ОМОН общались в автобусе, когда меня везли. Не с моей инициативы, а с моей инициативой. И я видел, что они пытаются, в общем-то, понять. Ну, я скажу конкретно в моем случае. Просто, ну, люди знают, что я довольно честный мужик. То есть, я честно сказал, по-моему, что ты получаешь какие-то концерты. Я сказал, что нет, я их не получаю. Если получаю, то большая часть идет на какую-то благотворительность. Да, то есть, поэтому им надо было понять, им хотелось понять, ради чего ходим мы. Но в итоге они сделали такой странной думы, что просто всем остальным платят за выход на улицу кураторы. А я просто пал жертвой чего-то обман. А ты дурачок. Что-что? А ты дурачок. Всем платят, а ты дурачок. Собственно, я думаю, так же, поэтому, в общем-то, ну, они, по-моему, и так сошлись во взаимооценке. Но и плюс, я еще заметил, что сотрудники ОМОН, они постоянно говорили, мол, мы же еще там преступников, ты выйдешь, скажи, что мы такие рубуши звери. И, мне кажется, я понимаю, почему это сейчас, на самом деле, на ОМОН вешают вообще все подряд. Да, то есть, сейчас что-то не случилось, это ОМОН. Причем вешают даже свои. Наверное, были наследники недавно ситуации, когда убили на почте перемен парня. И даже свои, вот, их, эти парки, их, друзья, их шефы стали вешаться, сразу писаться, сотрудники ОМОНа. Хотя с большой долей вероятности их там даже не было. Да, то есть, и они, не знаю, пытаются ли оправдываться, но, мне кажется, я надеюсь, возможно, до них начинает доходить, что их сольют для первой же возможности. Павел, скажи, скажи, пожалуйста, ты там внутри, ты музыкант, то есть, человек очень чуткий, то есть, тот, который чувствует вибрацию, тональность какими-то другими органами, не как обычные люди. Скажи, есть люди умные, которые говорят, что протест в Беларуси не сдувается, потому что люди выходят для того, чтобы просто самосохраниться, понимая, что они перестанут выходить, вас просто всех повяжут. Есть люди, которые говорят, что, вы знаете, Лукашенко уже совсем смешной, он уже не страшный, несмотря на все эти и убийства, и чудовищные задержания, пытки, вот это все, но он уже все. Как ты думаешь, скажи, что ты чувствуешь сейчас, что происходит в Беларуси? Я чувствую, я, наверное, не раз говорил, и я повторюсь, я после фильмов вышел еще более заряженным, чем туда садился, потому что я посмотрел на людей, на людей разных, на людей разных профессий, разных достатков, разного, может, даже актуального уровня, да, и я увидел вот это, я увидел четкое понимание, происходящее, четкое понимание ситуации, сводится к тому, что просто происходят и происходили события, после которых возврата нет, то есть это, ну, воля обо смерти. То есть, и меня безумно вдохновляло, и вдохновляло, что я лично видел людей, которым есть что терять. И многим есть что терять. И я не там про работу за 500, 600, 700 рублей, то есть, можно поговорить, там, за 200-300 долларов, да, я про людей, которые зарабатывают хорошие деньги, которые имеют серьезный вес, которые имеют планы на будущее, и которые могут их реализовывать. Но дальше, ну, просто некуда ступать, на самом деле. Мы очень много встречаем сейчас в Европе белорусов, известных, успешных, которые бежали за последний месяц. Художник Кузьмич, например, да, прекрасный совершенно парень, да, известный. Все-таки жизнь дороже. Нет? Я думаю, каждый делает этот выбор сам, и дело в том, что после... Есть понимание, что это не игры. Это не игры. Вообще, каждый из нас готов не просто к заключению, каждый из нас готов, точнее, понимает, как мы, наверное, готовимся, понимает, что может быть изувечивающим, понимает, что может быть убить. Потому что все это уже происходило, это происходит, и это не единоразовый случай. Но мы все равно остаемся, ты понимаешь, я просто на самом деле строю тебя вместо человеку, которые вообще жили за границей очень успешных... Это Мария Колесникова, добрый день. Не только Мария Колесникова. Мария Колесникова – это человек, который в любом случае останется, скажем так, в топе, да, то есть в топе событий, которые происходят после или во время. Ну, людей, которые зарабатывали отличные бабки, сидели, имели виды на жительство в странах и понимая, как они просто видели, что в Беларуси народ просыпается, и они, не дожидаясь смены ситуации, рвали в Беларусь, потому что я должен быть там. Даже, признаться, честно положу, руку на связи, не знаю, как бы я поступил в такой ситуации. То есть, будучи на их месте, поехал, либо я вернулся, либо в Беларусь, например. И действительно происходит, происходит вот это же самое. Народ не просто недоволен Лукашенко. Я, знаешь, меня больше всего смущало все это время, что будет дальше, да, потому что я все равно, как ты попал. Ну, посидев в тюрьме, я услышал понятные мне, объясненные простым языком, реформу системы здравоохранения, реформу системы МВД, реформу системы образования, да, то есть, вот, это обсуждали специалисты, а потом доносили нам. И мне было понятно, в течение какого срока, как и что куда поменяется. То есть, я сейчас вижу будущее страны, вижу его на самом деле реально радужно, в кратчайшие сроки. И это очень сильно вдохновляет, потому что просто отрубить голову, где мало надо ее прижечь, не дать ее вырастить снова. Павел Аркелян, я хочу тебя спросить, как гражданка России. Павел Аркелян, я себя фигово чувствую, как гражданка России, разговаривая с тобой, потому что моя страна участвует в Лукашенко, участвует в том, что он делает с Белоруссией. А еще, Павел Аркелян, я хочу спросить тебя про Арцах. Я перед тобой как-то дважды не очень хорошо. Ты думал про Арцах, пока ты сидел эти 15 суток? Ты же Армении служил? Безусловно, я, безусловно, я думал про Арцах и дом, я думал про Арцах во время отсыпки. Мне было очень тяжело, потому что мой двоюродный брат, близкий человек, находился на фронте, он военный. Это было, наверное, одна из самых сложных очистей, потому что не знаю, что происходит. Не знаю, может быть, твои близкие уже пострадали. Мы много даже говорили в камере про Арцах. Дело в том, что я, наверное, как я как-то об этом писал, и в общем-то то, что и началось. Вопрос даже не юридический, он даже не в поле международного права, он в поле морали. Если пандюрки пришли в Арцах, то, что было, когда они туда заходили, они выжигали за собой все. Это вопрос людских жизней. Но нельзя задавать, что сейчас 21 век. Это дикость какая-то, просто дичь, что вопросы, во-первых, становятся территориальные вопросы, реальные. То есть чей кусок земли, это, ну, в 21 веке, это просто идиотизм. И в 2 веке, это идиотизм, что вопросы решаются полноценной, старой, доброй войной, забрасыванием бомб и всего прочего. И, наверное, это не очень в поле. Я не знаю, либо же специалист международного права, возможно, где-то неправовое поле. Но все-таки я считаю, что решение в той ситуации все-таки было бы признание автономии. Так бы остались все присвоить, грубо говоря, да. Потому что мне непонятна мотивация Ардегана. Мы знаем, что это вопрос не Азербайджана, а Турции. Там мотивация непонятна. Кроме того, скорее всего, возможно, это решение каких-то внутренних политических проблем путем победной войны. Война – это всегда хороший способ списать все проблемы внутри государства. Но в 21 веке это все должно закончиться. Люди больше не должны спросить, а потом только помпы. Люди должны уметь это сделать. Когда мы разговаривали в начале осени, я спросила тебя, вот у меня чистый лист, напиши фамилию президента Беларуси, какого ты хочешь. Одну фамилию напиши, и я сейчас махну хвостом. Так и будет. Вы бы кого написали? Свою. Я спрошу тебя по-другому. Выбери Беларусь или Армения. Я, как и в первый раз, не буду врать. Сейчас я считаю, что президентское формоуправление вообще не имеет права на существование. Я немножечко переосмысил этот вопрос. И это здорово. Спасибо, Паш. Спасибо, Паш. Живи, Беларусь. Живи вечно. Живи вечно. И когда ты будешь в следующий раз играть во дворе, позвони для стрима, ладно? Договорились. Просто хочется послушать, как это звучит сейчас. Ну, потому что музыка передает то, что чувствует двор. Даже не видя двора, просто это услышит. Спасибо. Обязательно сделаем. Спасибо, конечно. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. so ну Продолжение следует...